Когда стандартный биохимический анализ крови показывает серьезные отклонения, врачи для уточнения диагноза назначают развернутую биохимию крови. При обнаружении низкого уровня железа в сыворотке ставится диагноз железодефицитная анемия. Железо откладывается про запас в печени. Насколько выражен дефицит железа, можно сказать только после оценки той части, которая хранится в депо, в запасе. Для постройки новых эритроцитов костный мозг на 90% получает железо не из пищи, а из разрушенных эритроцитов. Происходит сбор металлолома. Организм использует железо погибших эритроцитов для создания новых кровяных клеток в костном мозге. Для точной диагностики железодефицитных анемий определяют следующие показатели. Ферритин – это белковая сумка, в которой хранится железо. Одна молекула ферритина состоит из 4000 молекул железа. Большая часть ферритина находится в печени, селезенке и костном мозге. Но поскольку железо постоянно перемещается между этими органами, его количество можно определить с помощью биохимического анализа крови. Нормальные значения показателя у мужчин от 20 до 250 микрограмм на литр, у женщин от 10 до 120 микрограмм на литр. У женщин уровень ферритина ниже, поскольку они ежемесячно теряют кровь и ферритин быстро используется, не успевая накопиться в крови. Концентрация ферритина – чуткий показатель дефицита запасного железа. Ферритин в крови снижается задолго до того, как общий анализ крови покажет низкий уровень гемоглобина, поэтому анализ на ферритин рекомендуют сдавать каждый год. Низкий ферритин наблюдается также при депрессии, дефиците гормонов щитовидной железы, синдроме беспокойных ног. Повышенный ферритин может отражать не избыток железа, а воспалительную реакцию. Например, у людей, страдающих метаболическим синдромом ферритин рассматривается как маркер воспаления. Недавние исследования итальянских ученых выявили, что ферритин выделяется при острой инфекции не просто так. Он активирует макрофаги – иммунные клетки, атакующие бактерии и вирусы внутри тканей. Но если ферритина в организме много, макрофаги выделяют слишком много цитокинов, и воспаление в тканях становится очень выраженным. Ферритин также может повышаться после интенсивной физической нагрузки, при голодании, употреблении алкоголя и приеме противозачаточных таблеток. Поэтому в некоторых случаях ферритин даже при железодефицитной анемии может быть в пределах нормы. Чтобы исключить ложно-отрицательный результат, ферритин обязательно сдают вместе с трансферином. Трансферин – это белок, который переносит железо из пищеварительной системы в печень и селезенку. Трансферин – настоящий муравей. Он способен унести на себе больше железа, чем весит сам. Нормальные значения трансферрина – от 2 до 3,6 грамм на литр. При железодефицитной анемии трансферин повышается. В норме трансферин заправляется железом лишь на треть. Две трети его молекулы остаются незаполненными, причем это можно определить лабораторно. Показатель насыщенности трансферрина железом называют общей железосвязывающей способностью сыворотки. Нормальные значения показателя от 45,3 до 77,1 микромоль на литр. При железодефицитной анемии и хронических кровопотерях регистрируют повышение данного показателя. Если же анемия связана с разрушением эритроцитов, показатель понижается. Делитесь своим опытом в комментариях, подписывайтесь на Здоровье сберегающий канал и жмите на колокольчик уведомлений, чтобы первыми узнавать о новых видео. Мы ценим ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok